итак это наша финальная картинка я сейчас сделаю workflow сначала посмотрим что мы будем делать с нашим мотоциклом перво-наперво мы видим что фон у нас абсолютно неровный имеет погрешности имеет какие-то полоски значит это первое чем мы должны заняться потом поглядим как выглядит наш мотоцикл вблизи мы видим что перед съемкой необходимо протирать тщательно предметы иначе мы будем вынуждены бороться вот с такими вещами проще наверное взять тряпочку кисточку и протереть следующее здесь я бы усилил черные полоски белые полоски сделал хром более отчетливый отчетливым так вот эти лишние блики наверно удалим с вами и скорее всего поправим вот этот блик слишком он широкий на мой взгляд так ну и пожалуй скорее всего все так давайте мы этим займемся workflow отключим начнем с фона и так самым простым решением будет взять инструмент быстрое выделение выделить наш мотоцикл теперь инвертируем control shift и наше выделение и на этом выделение мы можем создав предварительно на всякий случай еще один хотя у нас есть уже так теперь мы пойдем фильтры посмотрим что мы можем сделать здесь есть размытие и вот какое-то умное размытие но возьмем давайте умное размытие посмотрим как у нас умно будет размывать радиус так посмотрим порог уменьшим или увеличим качество повысим высокая ну что то я не вижу чтобы очень уж умно все было поглядим может быть ну более-менее умно так теперь control f повторим это еще раз посмотрим сняв выделение я думаю что это пойдет следующая мы возьмем сейчас прямоугольное выделение control t и потянем это наверх все то есть как бы фон у нас выровнялся теперь возьмем уберем некоторые участки которые на мешают инструмент заплатка так пожалуй на этом все единственное что если мы видим что у нас что-то размылось вот видите вот в этом месте то самым простым будет чтобы не мучиться с отдельными деталями мы сейчас сделаем так мы сейчас с вами нажмем alt нажмем на маску и создадим черную маску это нам поможет вернуть наш фон во первых вот видите мы его возвращаем а там где у нас детальки какие-то все-таки выпали то мы его сейчас с помощью черного восстановим так и вот здесь еще раз чуть-чуть пройдем аккуратненько вот порядочек вот теперь мы видим что все в порядке умное размытие нам помогло с этим справиться хорошо можем собрать вместе теперь эти два слоя еще раз продублировать я люблю на дублированных работать слоях потому что всегда можно вернуться к изначальному варианту теперь мы посмотрим как насчет светлого внизу мне бы хотелось вниз сделать посветлее чуть-чуть вот так наверное так вот так видите у нас высветлился весь теперь мотоцикл это не страшно мы работаем с масками control и черную маску сделали значит замаскировали все и теперь мы возьмем черную краску инструмент градиент и прозрачный градиент то есть черный с прозрачным и потихоньку здесь сейчас белый только нам нужен попробуем вот так вот видите все прекрасно если чувствуем что задели немножко колесико то выравниваем его назад с помощью мягкой кисти конечно это слишком жесткая кисть мягкую кисть возьмем и вот здесь мы вернем наш прежний вид готово так посмотрим ну более-менее ничего теперь единственное что хотелось бы сделать это посмотреть насколько у нас много синего здесь это и так видим поэтому собрав все слои на один control shift alt e и это по немецкой будет так говорим черный да мы видим что черный но черный абсолютно черный нам сейчас не нужен поэтому мы не прозрачность уменьшим и вот находим золотую серединку вот такой оттенок нам нравится на всяком случае мне нравится окей сохраняем готова что нам остается еще как мы говорили в своем workflow вот эти места теперь посмотрим что нам делать с этой пылью ну тут один выход как я уже сказал воспользоваться инструментом палец зона затемнения и так аккуратненько убрать здесь налет этой пыли ну как самого начала сказал лучше все таки это делать до того с помощью простой чистой тряпочки если мы получили уже такой рисунок то должны с этим уметь бороться тут заодно сразу же уберем этот блик как бы не нужен особо вот этот яркий очень тоже постараемся или уменьшить или убрать совсем посмотрим лучше убрать совсем тут не особо как нужен так некоторые удаляем смотрим что мы можем здесь сделать так я напоминаю мы работаем инструментом палец затемнения и доводим до ума наши рефлексы которые конечно можно было бы регулировать на месте съемки но тут надо конечно как всегда говорю выбирать или фотошоп или фотография если у нас таких моделек много то естественно для того чтобы сэкономить по времени я бы сделал лучше еще один рефлектор и высветил те части которые мне нужно в нужных формах но если этого нет то есть мотоцикл у нас один единственный одинешеньк то здесь мы с вами спокойно справимся вот таким образом нам не надо будет повторяться если у нас эта игрушка в одном единственном экземпляре так сделали вот тут мы видим провал посмотрим нажав alt и нижнюю правую кнопку нижнюю картинку посмотрим было у нас что-либо нет у нас не было потому что здесь хром и в этом случае я вижу что тоже и здесь то же самое происходит ничего страшного мы сейчас создадим новый слой и возьмем сделаем во первых сначала пойдем инструмент кисть создадим кисть малого размера допустим пиксели 4 даже там много будет 2 2 достаточно теперь берем и цвет можно взять прямо отсюда такой серенький допустим темно-серый цвет вот так и теперь мы здесь берем кисть кисть пирожка и начинаем прямо отсюда ввести ту линию которую у нас сейчас не видно ну вот так к примеру так к примеру здесь может быть поострее чуть чуть угол готово и теперь нажав правую кнопку мыши мы говорим выполнить обводку контура он возьмет инструмент кисть и краску которая у нас тут есть мы можем имитировать нажим или не имитировать но я лучше здесь сейчас сымитирую нажим так идем в контуры кликаем в эту область смотрим слабовато слабовато поэтому я советую чтобы не мучиться с отменим не мучиться с этим берите сразу черную краску так как мы находимся на отдельном слое выполнить это нам поможет подобрать тот цвет какой нам нужен мы делаем черный видите идем в контуры кликаем в поле так смотрим и вот теперь смотрите мы возьмем непрозрачность уменьшим вот так этого нам будет вполне достаточно тот же самый можно свести вместе теперь control e то же самое мы сделаем проделаем и здесь если вы делаете эту обводку с имитировать нажим тогда проводите дальше немножко окей вот так еще раз контуры кликнули посмотрели да хорошо слои так тут мы сделали прямо на этом слое потому что были уже уверены что у нас все будет нормально так workflow так так здесь 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 все сделали осталось нам вот тут поработать чуть-чуть а делается это просто что я сейчас возьму инструмент прямолинейная ласса и порядка трех пикселей размытия растушевку и сделаю вот здесь хотя можно проще быть сейчас покажу то есть остаться на 0 пиксель не надо нам это и пройдем сначала вот сюда там где у нас такой слабенький рефлекс и теперь идем в уровне и в этих уровнях мы можем плавненько подвести так как нам нужно так вот так да готово но тут самое приятное сейчас мы сейчас можем пойти в маски этих уровней и сделать растушевку вот это то что нам и нужно было прекрасно соединяем теперь мы видим что здесь у нас немножко грязновато да ну для этого существует этот пальчик с осветлением замена светлым вот тут мы очень просто так пройдем хорошо быстро красиво посмотрим где еще у нас огрехи вот здесь тут надо тоже смотреть сколько вам за работу заплатят платят хорошо значит и работа с доводкой должна быть более тщательно платят плохо или не хотят платить нормально ну что ж пусть удовольствуется тем что есть чудес не бывает нельзя за маленькие деньги делать то что делается за большие вы просто по миру пойдете так образовать выделенную область я выделил сейчас еще один и сказать ну скажем растушевку один пиксель будет недостаточно и здесь сделать то же самое на отдельном слое я возьму немножко не совсем то же самое я возьму градиент черный и попробую сейчас сделать красивый градиент смотрим убираем control d можно чуть не прозрачность убрать слишком уж хотя вот так если мы видим что удовлетворительный результат сводим вместе и здесь еще разок теперь уже с помощью лассо инструмента мы сделаем область выделения немножко посветлее опять же пойдем контуры это в уровне и будем пробовать делать посветлее вот так то же самое в маске растушевки немножко добавим вот 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 так хорошо окей берем обезьяний обезьяний гриф это афен гриф или обезьян нехватка называется распорцовка шторинг шифт контрл извиняюсь шифт альт е свели все на один слой смотрим что у нас тут получается да неплохо получается ну что ж теперь хотелось бы как-то украсить это дело пойдем с вами сейчас это у нас хонда да ну сейчас я думаю что мы быстро что-нибудь найдем х хонда лого да вот они хонда лого так следующие картинки вот это нас вполне устроит да график картинку скопировали и вносим ее сюда с помощью контрл V есть ставим в угол возьмем наложение умножение контрл T немножко уменьшим так и к самому последнему слою применим сейчас в умную резкость где она у нас вот она так где она резкость 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 все линии резкости вот умная резкость ну давайте поумняк так 63 много в этом случае достаточно будет 25 наверное 30 и радиус 1 у нас качество неплохое нашего рисунка и смотрим вот это у нас было и вот это у нас стало мы внесли не так уж много изменений но тем не менее картинка стала хорошая картинка стала профессиональной на мой взгляд и теперь сохраняем ее несем заказчику на этом фирмы Петерсон и я Эдуард Петер прощается с вами до следующего урока всего доброго пока